Александр Лукашенко рассчитывает на выработку эффективной дорожной карты дальнейшего сотрудничества Беларуси со Всемирным банком. Об этом глава государства заявил на встрече с вице-президентом банка Сирилом Мюллером. Стороны обсудили направление сотрудничества, которое должно стать масштабным и насыщенным. В частности, Всемирный банк готов и далее оказывать Беларуси содействие в вопросе повышения конкурентоспособности продукции, диверсификации и модернизации производств. Особое внимание – развитию транспортной инфраструктуры, которую необходимо сделать более технологичной. Сирил Мюллер отметил, для Всемирного банка большая честь оказывать содействие Беларуси. Сегодня с участием банка в нашей стране реализуются 10 проектов почти на миллиард долларов. Меньше месяца остаётся до пятого Всебелорусского народного собрания. К важному политическому событию готовятся в каждом регионе. Более 130 идеологов, журналистов, представителей власти и учёных собрались в Гомеле. Здесь прошёл научно-практический семинар «Беларусь в контексте глобальных общественно-политических тенденций». Участники и делегаты, которые будут представлять регион на Народном Вече, обсудили изменения в политической, культурной и экономической сферах страны за последние пять лет. 50 тонн помощи от Беларуси доставлено за океан. Гуманитарный груз со всем необходимым прибыл в Эквадор, который приходит в себя после разрушительной стихии. Беларусь доставила в пострадавшие от землетрясения провинции палатки, одеяла, передвижные электростанции, раскладные кровати и многое другое, в чём нуждаются люди. Напомним, 16 апреля от удара стихии здесь погибли более 600 человек. Тысячи семей остались без крова.